МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вспоминают виноградную гроздь. Вино и правда является одним из символов страны. Почти четверть территории отдана под виноградники. Ежегодно там проходит праздник, национальный день вина. Это небольшое государство также занимает седьмое место в мире по объемам выращенного грецкого ореха. И это неудивительно, ведь молдавский чернозем входит в список самых плодородных в мире. Страна также славится древними монастырями и гостеприимными жителями. Все самое интересное о Молдове в нашем дайджесте. Молдова – небольшая страна в юго-восточной Европе. В республике живет более 3,5 миллионов человек. Молдова считается одним из самых густонаселенных европейских государств. Плотность населения здесь примерно 130 человек на квадратный километр. Каждый пятый житель живет в столице – Кишиневе. Большинство людей в Молдове говорят на двух языках и свободно владеют по крайней мере одним иностранным. Гагаузский язык, на котором говорят на юге страны, включен в список исчезающих языков ЮНЕСКО. Им владеют 180 тысяч человек. На гербе Молдовы изображен зубр – символ молдавской государственности. Однако эти дикие быки были истреблены в стране более 300 лет назад, и только в 2005-м в Молдову было завезено три особи. Площадь Молдовы – 34 тысячи квадратных километров. Четверть территории занимают виноградники. История молдавского вина насчитывает около 5 тысяч лет. В процессе изготовления этого напитка участвует каждый четвертый житель. А подземные винные подвалы Мелеш-Тимич протяженностью более 200 километров внесены в Книгу рекордов Гиннеса за самую крупную коллекцию вин в Европе – около 2 миллионов бутылок. Молдавский чернозем входит в список самых плодородных почв в мире. Страна занимает седьмое место на планете по выращиванию грецкого ореха. А вот национальным блюдом Молдовы принято считать мамалыгу – кашу на кукурузной муке. Золотые початки были завезены в страну в 17-м столетии. Молдова считается одной из наименее изведанных стран Европы, однако побывать здесь определенно стоит. Вот, например, пещера Эмиля Раковицы в Криве – это третья по величине гипсовая пещера в мире и восьмая в списке самых больших пещер на Земле. А еще в Молдове очень много хорошо сохранившихся церквей 18-го века. Известна Молдова и своими песнями. Недавно молдавская певица Клеопатра Стратан напомнила о своей родине всему миру. Стратан является самой юной исполнительницей песен, добившейся коммерческого успеха. Она установила рекорды сразу по нескольким категориям. Самая высокооплачиваемая молодая исполнительница, самая молодая исполнительница, которая получила награду МТВ и самая молодая исполнительница, которая записала хит номер один в своей стране. Беларусь входит в десятку основных торгово-экономических партнеров Молдовы. Мы экспортируем знаменитые вина, овощи и фрукты. В свою очередь на рынок партнера поставляем нефтепродукты, тракторы, лекарства и продукты питания. Молдова – аграрная страна, и белорусская техника там востребована. В Молдове уже работают два предприятия по сборке МТЗ, а по улицам Кишинева курсируют две сотни белорусских троллейбусов. Причем половина собрана на месте. Вопрос о развитии двухстороннего сотрудничества обсудили президенты двух стран в ходе официального визита молдавского лидера в Беларусь. Перспектива взаимодействия – промышленная кооперация. Кишинев заинтересован в совместном производстве белорусских тракторов и автобусов. Троллейбус хороший, управлять очень легко. Так кишиневские водители оценивают машины после тест-драйва. В последние 5-7 лет белорусские троллейбусы все чаще встречаются на улицах Молдовы. Сначала их закупали, потом начали собирать и у себя. В том числе и белорусско-молдавский гибридный троллейбус, который может проехать полсотни километров, оторвавшись от электросети. Молдова позиционирует себя как площадку, удобную для выхода на соседние рынки – и европейский, и азиатский. Это еще и зона свободной торговли с Турцией. У нас настроение такое, долгосрочное сотрудничество на многие годы вперед. Именно с Белоруссией в Молдове связано обновление таких важных сфер, как общественный транспорт и промышленность. О белорусском потенциале говорят с нотками зависти. Ведь мощную промышленную базу нам сохранить удалось. Сегодня в Молдове 16 площадок по продаже техники «Беларусь». Половина из них предоставляет сервисное обслуживание. Техника МТЗ в Молдове занимает, в принципе, порядка 80% рынка на сегодняшний момент, если по количеству говорить. В принципе, основной молдавский трактор – это трактор «Беларусь». Аграрный сектор в Молдове определяющий. Республика зарабатывает на экспорте продовольствия. Поэтому белорусская техника здесь весьма кстати. Присматриваю этот «Беларусь» для садов и виноградников. Потому что он уже намного комфортабельнее работать в садах. По цене и качеству – да. Беларусь стабильно входит в десятку торгово-экономических партнеров Молдовы. Совместных проектов, как и совместных предприятий, может быть гораздо больше. В проработке СП с МАЗом Беларусь также готова подключиться и к проводимой в Молдове модернизации автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. Пока же на площадке торгового дома стараются представить как можно больше товаров из Беларуси. На сегодняшний день откликнулись такие мощные производители, как «Белнефтехим», с такими производителями, как «Белшина», «Химволокно». Эта продукция востребована на рынке Молдовы. Мы стараемся всячески продвигать ее. Качество белорусского товара сегодня может подспорить со многими. Как еще можно использовать белорусский опыт, лидер Молдовы изучил лично, будучи с рабочим визитом в Минске. Программа была максимально насыщенной. На этих кадрах Игорь Дадон наблюдает, как работает Белкомунмаш. Молдова за сборку белорусских электробусов на их территории. Перенимать готовые новые технологии в сельском хозяйстве. Агрокомбинат Держинский – пример того, каким должно быть современное перерабатывающее производство. Филиал «Фалька Агра» славится молоком экстракласса. Без пастеризации хранится в холоде порядка недели. Молдавский лидер оценил технологию. Нынешний руководитель страны, выходец из партии социалистов, видит перспективы восстановления связей с евразийской пятеркой. Молдова претендует на статус наблюдателя в ЕАЭС. Этот вектор был основным и в его предвыборной программе, за которую проголосовали жители республики. Я помню 2009 год, когда у нас хотели изменений. И вот чего добились. Политические кризисы, разрушенная экономика, люди уезжают за последние 7-8 лет. Поэтому цените стабильность и цените ту специфику, что вам удалось сохранить. Я думаю, что это очень важно. За плечами молдавского президента три высших образования работал министром экономики, торговли в правительстве. Занимал пост вице-премьера. Уже позже строил партийную карьеру. Но реальную экономику знает и намерен брать лучшее из того, что есть в экономическом и политическом опыте партнеров. Я везде говорил, что я хочу, чтобы Молдова была как Беларусь. Нужен сильный лидер. Нужна жесткая вертикаль власти. Нужно навести порядок в экономике. Нужно вернуть то, что было хорошее при Заветском Союзе. То, что вы смогли это сохранить. А у нас все разрушили. Нужно дружить со всеми. Есть Россия, я знаю, Беларусь хочет и с Западом дружить. Вот единственный выход для Молдовы это. Привет, ребята. Привет, дорогие. Привет, молодец. Ну, солнце нам прирозу, Молдове. Особенность вашего визита в том, что я вот отметил своими коллегами, что вы посмотрели сами Беларусь. Вы ее, можно сказать, пошупали в промышленности, в сельском хозяйстве. Вы побывали на культурных объектах. Вы увидели, как мы относимся к памяти. Я с вами могу уже разговаривать как с человеком, который познал Беларусь. Поэтому я вам очень благодарен, что вы побывали здесь. И еще раз подчеркиваю, если что-то мы можем для Молдовы сделать, мы это делали всегда. Мы готовы для вас в любой момент сделать все, что вы захотите, если это в наших силах. Вот все, что вы видели, начиная от тракторов, Белазов, Мазов, сельхозпредприятий. Вы побудете вот в Витебском, если вам губернатор покажет высочайшего уровня предприятия. Притом, которые напрямую связаны с людьми и которые очень нужны Молдове. Поэтому мы от вас ничего не скрываем. Вы близкий нам человек. Мы с вами придерживаемся практически одинаковых взглядов. И вы помните, что мы в любой момент готовы помочь подставить свое плечо. В качестве президента Игорь Дадон Беларуси был впервые. Вылетая в Минск в социальных сетях, поделился уверенностью, что визит послужит сближению двух стран. Время показало, слова были верными. Олеся Высоцкая, Наталья Бреус. Реальная дипломатия. О перспективах сотрудничества Беларуси и Молдовы поговорим с гостем студии, чрезвычайным и полномочным послом Молдовы в Беларуси, Виктором Сорочаном. Виктор Васильевич, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Беларусь и Молдова. Отношения строятся, естественно, на дружественной базе, естественно, на взаимном уважении. 25 лет, вот уже когда независимое государство. Как вы охарактеризуете этот период? 19 января этого года исполняется 25 лет. Как был заключен договор о дипотношениях с Беларусью? Ну, это случилось в результате того, что после длительного проживания вместе в Советской Республике были разделены. То есть, каждая из них получила независимость. И это естественный шаг был после признания и после принятия декларации о суверентировании независимости Молдовой. Естественным шагом следующим это было установление по отношению с разными странами, ну, в том числе и с Беларусью. Кстати, что касается этого акта, он был одним из первых заключен с Беларусью, потому что особое отношение двух стран, тем более, что мы друг друга знаем очень давно. Но я полагаю, что если говорить о взаимоотношениях двух стран в течение последнего времени, то есть этих 25 лет, нельзя забывать о том, что мы жили долго, почти 70 лет, в одной большой семье Советского Союза, где, конечно, были отношения своеобразные, где были теплые, хорошие отношения между всеми с публиками, это были большие кооперационные связи, это были отношения на уровне человеческих контактов и многое другое. Поэтому, конечно, вот то, что мы имеем сегодня и то, с чем пришли мы сегодня к 25-летию, это тот багаж, который был наработан, наверное, или нажит на протяжении долгого времени. Если брать этих почти 70 лет и плюс 25, это уже почти век. А век это все-таки история и довольно немалая. И сейчас этот момент, когда был и премьер с визитом в этом году Молдовы в Беларуси, затем была встреча двух президентов в июле месяце, которая положила, я так полагаю, начало вот этой какой-то новой эре во взаимоотношениях Беларуси и Молдовы. Потому что встреча была очень открытая, теплая, встреча была длительная во всех отношениях. Причем даже с такими очень хорошими отеческими советами Александра Горьевича Лукашенко. Он все-таки правит страной уже, по-моему, 23 года, если не ошибаюсь, Беларусью. Опыт очень большой, это опытный политик, это политик, который прошел многие этапы становления Беларуси. И ему есть чем поделиться, а молдаванам есть, чем поучиться Беларуси. Вот глава государства ставит перед дипломатами белорусскими экономику в первую очередь, как задачу первоочередную. Для вас здесь, в Беларуси, ваша служба, она также ориентирована в первую очередь на экономику. Понятно, что дипломат занимается всеми сферами, тем не менее, для вас. Вы знаете, как только я приехал сюда с ваглой эмиссии, это было чуть более трех месяцев назад, значит, при составлении плана работы своего на ближайшие месяцы, значит, первое, что я спланировал, это объехать все регионы Беларуси. Значит, я буквально на прошлой неделе завершил эти визиты рабочие во все регионы. Осталась только Минская область, но это я оставил на последок, потому что я живу в Минске, все-таки здесь больше мы общаемся, и больше можно иметь информацию о том, какая ситуация в Минской области. Да, это во главу угла поставленная ситуация с товарооборотом, причем, надо сказать, что динамика последних лет не в нашу пользу. Я попытался по этому разобраться, что же происходит, почему, какая причина. Ну, не привык я только пользоваться только информацией бумажной, или с интернета, или официальной статистикой. Все же самая верная информация, или самые верные выводы можно сделать, когда общаюсь с человеком лицом к лицу. Я в этом буду делать еще раз, будучи во всех регионах, в центрах региональных ваших областей, где я получил тоже очень хороший теплый прием, где мы очень конкретно говорили о том, какая ситуация в отношениях с регионами. Причем я предложил все-таки сделать ставку на связи Молдова-регионы, не только Молдова-Беларусь, но и Молдовы-регионы напрямую. Это через договора сотрудничества, это через какие-то прямые контакты. Причем, учитывая все, что я увидел в регионах, учитывая ситуацию, состояние экономики Беларуси и Молдовы, я думаю, что есть смысл, и я уже предлагал кое-кому из ваших руководителей, чтобы мы перешли немного на новую фазу взаимоотношений в экономике. Молдова в первую очередь ассоциируется, ну, конечно, с высококачественным вином, прекрасные овощи, фрукты, чего мы не знаем. Может быть, есть страны, которые берут от Молдовы, импортируют что-то то, чего не покупаем мы? Вы знаете, есть то, что очень мало покупается в Белоруссии, но известные вещи, известная продукция. Это касается, вот я сделал анализ этого года, по сравнению с полгода первых, по сравнению с этим же периодом прошлого года. Да, у нас есть небольшой рост товароборота, что, в принципе, хорошо. Но позиции, такие как свежие овощи и фрукты, упал в разы. Поэтому вот мы задаемся вопросом, что происходит, почему? Товароборот немного увеличился только за счет того, что экспорт из Белоруссии пошел на увеличение, особенно это касается продовольствия, это касается нефтепродуктов, бензин, дистоплива. Причем, что интересно, белорусская продукция появилась на рынках молдавских молочная, хотя у нас тоже республика Грана. Да, есть своя молочная продукция, есть много продукций подобных из Украины, однако люди поняли, что качество хорошее, даже цена выше, чем наша, но покупают. И вот я был в Бресте с визитом, был на этом предприятии, которое поставляет продукцию в Молдову. Они говорят, да, мы дошли до миллиона долларов, и сейчас пытаемся продумать, какую структуру создать на территории Молдовы, чтобы можно было это расселять больше на всю республику. Активизация политического диалога насколько быстро приведет нас к такому понятию, как стратегическое партнерство? Мы близки к этому, можем предполагать, что это скоро случится? Вы знаете, в марте месяце Бешкеке было подписано соглашение об ассоциированном члене Молдовы в Евразийском экономическом союзе. Поэтому то, о чем вы говорите, о стратегии развития отношений, конечно, во многом зависит от того, как Молдова будет себя ассоциировать и как она будет восприниматься с членами Евразийского экономического союза. Это очень важный момент. Мы очень хотели бы, чтобы это случилось, и мы были бы членами этого союза. Кстати, это не противоречит членству в Евросоюзе абсолютно. Причем мы не члены, мы только имеем соглашение об ассоциации. Поэтому где-то кто-то говорит, что если вы там, то вы не должны быть больше нигде. Это неверно. Позиция у нас такая, что мы должны быть там, где есть наши интересы. Республика маленькая. Мы не можем влиять на геополитику. Да, у нас должна быть своя стратегия в государстве, как развиваться дальше. Но опять-таки, дружить не с кем-то против кого-то, а со всеми. Причем и странами Запада, с тем же Евросоюзом, со странами Евразийского экономического союза. Есть соглашения сегодня отдельные по азиатским странам. Виктор Васильевич, за время вашей дипломатической миссии, чем вас удивила Беларусь? Ну, во-первых, я в Беларуси был последний раз в 1997 году. Последний раз. И вот приехал сейчас. Конечно, это абсолютно разная республика. Тогда и сегодня это Минск совершенно другой. Во-первых, порядок, спокойствие. Да, чистота удивительная. Везде. Я, честно говоря, думал, что только в Минске вот такой порядок, как я увидел здесь в первые дни. Но когда стал выезжать по территориям, кстати, и в райцентр я уже сейчас стал ездить. Везде. В принципе, один и тот же подход. Что очень важно. Что меня удивило, очень приятно, что в республике происходит что-то постоянно в экономике. Какие-то форумы, какие-то заседания, какие-то встречи с бизнесменами других стран. Собираются форумы на уровне региональных, не только на уровне республиканском. Форумы на уровне районных территорий. То есть все это находится в движении. В каком-то поиске решений для того, чтобы можно было поднимать экономику и продаваться продукцию, естественно. Меня очень удивили ваши фермы в агросекторе. Это просто-просто приятно было смотреть. Это все. Я всякий раз, когда приезжаю в район и предлагаю пройти на ферму, я делаю это с удовольствием, потому что то, что сделали вы, это очень серьезный шаг и это даст результат свой очень-очень быстро. Оно, в принципе, уже дает, но если начал Китай покупать молочную продукцию белорусскую, то значит, что есть качество, потому что мы знаем китайцы, как они подходят к вопросам торговли и качества. Там до того скрупулезность большая, еще петельность в этом деле, что не так просто продать. Поэтому вот эти вот вещи, которые есть, ну и, конечно, сам народ и отношение к Молдове. Я помню, когда поступило предложение от президента Молдовы возглавить депрессию в Белоруссии, я, в принципе, долго не думал, потому что зная страну, зная этот народ, тем более послами здесь были до меня мои хорошие знакомые, мои хорошие товарищи, с которыми мы общались, этот предшественник мой, да, мы тоже общались с ним на протяжении его миссии здесь и уже когда он был отозван, мы встречались с ним, очень много теплых слов о Белоруссии, о людях, о том, как они живут, даже есть какие-то, скажем, неизгоды или что-то не так получается у людей. Ну, люди терпят, понимают, что где-то как что-то временно, а где-то будет скоро получше. То есть, вот это отношение к нам, которое и ко мне лично, которое я имею, повторяю, мне здесь очень комфортно, я их предчувствую, в принципе, как дома. Виктор Иосифович, спасибо вам большое, спасибо за беседу. О белорусско-молдавских проектах и перспективах сотрудничества мы говорили с гостем студии, чрезвычайным и полномочным послом Молдовы в Беларуси Виктором Сорочаном. Беларусь стала вторым домом для трех тысяч этнических молдаван. Многие из них приехали в нашу страну еще в годы Советского Союза. Создали семьи, позже получили белорусские паспорта, но по-прежнему любят родину, сохраняют традиции молдавского народа пять лет назад в нашей стране была организована община молдаван. Они обязательные участники фестиваля национальных культур в Гродно, концертов и праздников. Чем живут белорусские молдаване, знает Ольга Масловская. В Беларусь Антонина Валько переехала давно, вышла замуж и всем сердцем полюбила второй дом. Здесь выросли дети. Но о земле трудолюбивых предков, где зреет самый вкусный виноград, молодое поколение белорусских молдаван знает не меньше, чем о Беларуси. Во многом, благодаря тому, что молдавская диаспора активно продвигает свою культуру. Белорусские молдаване не пропустили ни одного фестиваля национальных культур в Гродно. С удовольствием принимают приглашение выступить на открытых площадках. Шумно отмечают праздники народного календаря. Соблюдаем традиции наши молдавские в Беларуси. Несмотря на то, что мы уже много лет живем в Беларуси, не забываем свой родной язык, обычаи наши. Мы с удовольствием собираемся, причем не только на репетиции, в любой праздник в городе, а отмечали День независимости Молдавии. В Беларуси проживают почти 6 тысяч молдаван. Из них половина имеют белорусские паспорта. Община объединила самых активных. Создана вокальная группа Плай. В репертуаре, конечно, народные молдавские песни. А танцы ставит просто легендарный человек, участник известного в Советском Союзе молдавского танцевального ансамбля «Жок» Вячеслав Ушаков. Вместе с коллективом играл в фильме «Свадьба в Малиновке», а в Беларуси организовал танцевальную группу «Приятение» в переводе «Дружба». Такой темпераментный народ, он не может сидеть на месте. Даже когда поют, они обязательно танцуют. Люди просто поднимаются из-за стола и начинают вокруг стола двигаться всей массой, которая сидела за столами. Прямо вот такой хоровод вокруг стола и делают. Весело у молдаван во время мартишора. Праздник посвящен встрече весны и отмечается лишь в пяти странах мира. Символ – красный и белый цветок. Самодельные украшения из красной и белой нитей принято носить месяц, а потом, загадав желание, вешать на первое цветущее дерево. Говорят, мечты исполняются. Как оберег, хранят в семьях домотканы из катерти и рушники. Кажется, они до сих пор излучают солнечное тепло, хоть и привезены из Молдовы много лет назад. Его, наверное, еще мамина прабабушка ткала. И знаете, из какой ткани? Вот посмотрите, это из конопли. Я еще в детстве видела, как женщины, значит, там из поколения в поколение, ну, просто это вот порезано, а вообще-то ткут рулонами. И летом, когда солнышко, это когда хорошая погода, значит, возле колодца они идут с этими рулонами, стирают их и потом на траву развешивают. Ну, это так красиво, это все запоминается. В общенациональные праздники молдаване добавляют свой колорит. Обязательным остается одно, в каждой молдавской семье рады гостям. И в этом наша съемочная группа убедилась лично. К столу готовят блюда молдавской кухни. Овощи запекают прямо в углях, из баклажанов делают вкусную икру, а шашлык маринуют в вине. Белорусские молдаване искренне любят свою кухню, поэтому на все большие праздники обязательно готовят молдавскую плацинду, медсетей и вертуты из духовки. Антонина Николаевна, скажите, правда ли, что однажды посол Молдовы на официальном приеме отказался от ресторанной пищи в пользу еды, приготовленной вами? Это было в прошлом году. Был прием в честь Дня независимости, и, конечно, посол не сдался. Он захотел, он организовал всех женщин, и члены общины, и сотрудницы посольства, и мы сели, и так красиво по-молдавски приготовили голубцы, и много было, наверное, штук 800. По-молдавски это значит толокой. Фарш закручивают в виноградные листья, которые летом замораживают в огромных количествах. К слову, в молдавских селах и сейчас на одной кухне можно встретить сразу нескольких вполне дружных хозяек. Помощь соседок особенно нужна, когда в доме большой праздник. Например, свадьба. Мы ездили, наверное, года два или три на свадьбу. Вот как началась свадьба в четыре или пять вечера, так, и до восьми утра. Музыка не стихала ни на секунду. Свадьба огромная. Совсем скоро и жители белорусской столицы смогут оценить размах щедрого праздника. Теперь и в Минске будет проходить фестиваль молдавского вина. Этот напиток часть культуры и истории южного народа, поэтому даже в Беларуси, скорее северной стране, молдаване непременно выращивают виноград. Аромат изабеллы это напоминание о родных местах и самое лучшее угощение для белорусских друзей. Ольга Масловская, Григорий Крештофович и Александр Берецкий. Реальная дипломатия. Как гласит молдавская пословица, другим не поможешь, сам пропадешь. Диалог с Молдовой Беларусь строит на принципах открытости и партнерства. В эфире была программа Реальная дипломатия. Встретимся в это же время через две недели. Все проекты телеканала Беларусь24 смотрите на сайте беларусь24.by В студии был Анатолий Липецкий. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин